Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прежде всего, я хотел поблагодарить организаторов этого семинара за приглашение выступить на нем. Я новый человек на этом семинаре, поэтому два слова скажу о том, где я работаю. Я работаю в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения российской экономики. И на экономическом факультете Новосибирского государственного университета. И на факультете экономики университета Новосибирск. Ну вот это сообщение, которое я сегодня вам представлю, оно сделано на основе материалов публикации, которые мы делали вместе с Еленой Музико и Виктором Павловым. Я сам являюсь профессиональным специалистом в области анализа и прогнозирования национальной экономики с использованием многоэкономических и международных моделей. Но в 90-е годы в России было непростое время. И мне пришлось работать в российских крупных банках в качестве руководителя отделов кредитования. И несколько лет в Венчурном фонде европейского банка реконструкции и развития. Я также путешествую несколько лет в фонд капитал-риск в Венчурном фонде. Вот в определенной степени серия исследований, которые мы проводили последние 15 лет, это осмысление той практики финансирования проектов, которые я увидел в банках и в Венчурном фонде. Небольшая информация за последние годы о капитале венчурных фондов и их числе в России. Вот за последние 7 лет величина капитала сокращалась, как вы видите, в 2014 году и после него. И в 2019 году не восстановилась до уровня до 2014 года. То есть это 4 миллиарда, 17 миллионов долларов. А число фондов несколько возрастает. То есть, для фондов капитал-риск, то есть, у нас есть уровень до 2014 года, и не будет расширяться до 2013 года, после некоторых лет, то есть, у нас есть уровень до этого фондов. Ну вот, что касается фондов прямых инвестиций... Ну вот, в том, что касается фондов прямых инвестиций... То вы видите, что число этих фондов существенно уменьшилось примерно до 1 третий. Да, то же самое и произошло с величиной капитала этих фондов. Он сократился с 21 миллиарда примерно до 2017. Какова роль вообще финансирования за счет капитала венчанных фондов и фондов прямых инвестиций в России? Она очень скромная. Да, это роль очень скромная, имея в виду долю этих инвестиций в голову накопления основного капитала. Ну вот, в этой таблице видно, что это 0,2% в 2018 году. Ну, в Бразилии, несколько выше. В Бразилии, это примерно половина процента. Пресколько половина процента. В Польше, еще меньше, чем в России. В Польше, еще меньше, чем в России. А в Соединенных Штатах, эта доля на порядок выше. Ну, потому что Соединенные Штаты, это родина венчурного капитала. Там, она наиболее развита венчурная финансирование. Потому что в Соединенных Штатах, это родина венчурного капитала. Таким образом, если говорить о количественных характеристиках, то роль венчурного капитала в России очень скромная. Ну, тем не менее, его роль важна, потому что за счет этого капитала финансируются наиболее интересные передовые инновации веком. Сепандан, son rôle est important parce qu'il sert à финансer les innovations les plus intéressantes, les innovations de pointe. Именно поэтому мы провели такую серию исследований в последние годы. Мы сделали серию исследований. И целью этих исследований было развитие методологических подходов к оценке эффективности венчурного финансирования инновационных проектов. На основе концепции реальных опционов и нечетких множеств. Ну, вот, цель этих исследований были следующие. Первое, разработать новые методические подходы к оценке экономической эффективности и инновационных проектов. То есть, объекты для этих исследований были первое, разработать новую методологическую подходу к оценке эффективности венчурного финансирования для эффективности венчурного финансирования. Мы нашли много артикл с очень слабой экономической интерпретацией полученных результатов. Не говоря уже о применении этих методов для реальных проектов в экономике. Поэтому, третья цель была, это пробирать, разработать новые подходы для реальных проектов фармацевтической и нефтехимической промышленности России. Donc, лу-бжектив, лу-бжектив, это тесты, с новой методологической подходы к оценке эффективности в инновационных проектов в индустрии фармацевтике и в индустрии петролия. Ну, несколько слов необходимо сказать о том, что традиционные методы оценки эффективности проектов обладают некоторыми ограничениями. Лимитов традиционных девалюация и эффективность проекта связанных с тем, что не учитывается гибкость в принятии решений о продолжении или прекращении финансирования проекта. С другой стороны, и инновационные проекты отличаются высокой неопределенностью и результатах их реализации. А также то, что финансирование осуществляется в несколько этапes. И финансирование осуществляется в несколько этапes. Часто венчурные фонды дают только часть инвестиций и смотрят какой будет результат первой этапы реализации проекта. В случае успешной реализации первой этапы, вкладываются дополнительные инвестиции. В случае неудачного развития проекта, фонд выходит из этого проекта. Если проект не развивается хорошо, то фонд выходит. Ну вот это обстоятельства, собственно говоря, и мы пытались учесть использование реальных опционов и нечетких множеств. Ну вот, из моей личной практики, я видел, что иногда опытные венчурные инвесторы принимают решения о финансировании проекта, несмотря на не очень высокие показательные эффективности. Это коллеги Соединенных Штатов Америки из Великобритании, которые обладали большим опытом в этой области бизнеса. Это коллеги Соединенных Штатов Америки из Великобритании, то есть они действовали на основе интуиции. Ну вот, мы попытались как-то формализовать эти интуитивные подходы с использованием названных мной уже методов. Ну, для этого мы, значит, использовали известные подходы, но модифицировали их. Ну, например, известная модификация формулы Блэка-Шоуза, это модель Гескесх-Хсу. Гескесх-Хсу. Ну, модель Гескесх-Хсу, это модификация формулы известной формулы Блэка-Шоуза. Но в той интерпретации, которая опубликовалась раньше другими авторами, не учитывалось, что финансовые потоки проекта в целом и финансовые потоки венчурного фонда для этого проекта, они разные. Ну, мы учли это обстоятельство. Ну, вот, значит, что дает использование вот этих методов, о которых я говорил, о которых я говорил? Это дает возможность расчета устойчивости, показателей экономической эффективности проекта и надежности. Ну, с использованием методов нечетких возможностей, оценивается относительная надежность показателей эффективности инновационного проекта. Вот это понятие надежности используется для сравнения показателей эффективности проекта по степени надежности. Ну, и низкая или высокая надежность полученных показателей эффективности служит дополнительным аргументом пользу отрицательного или положительного решения. Решение по поводу финансирования проекта. И это позволяет руководству Венчурного фонда более рационально использовать ограниченные финансовые ресурсы. Что касается устойчивости, то в стандартном инвестиционном анализе… …проводится так называемая анализ чувствительности проекта. …к изменению основных экзогенных показателей, например, цен на продукцию или цен на сырье. Ну, и таким образом определяется вилка колебаний основных показателей эффективности и НПВ и логеря. А вот использование нечетко множественного подхода позволяет количественно оценить устойчивость того или иного показателя. Это оказывается полезным для определения узких мест проекта. Ну, вот пример, очень кратко некоторые цифры и графики, пример финансирования проекта фармацевтической промышленности, строительство… Строительство фабрики по производству средств заходом полу-стирта, зумных пастам и других. Ну, вот здесь график, как раз, который показывает оценку надежности НПВ-венчурного фонда… Ну, вот, в данном случае, надежность, значит, оценки равна 56,4%. Надежность показателя НПВ-венчурного фонда. Ну, я не буду останавливаться на технических деталях, как считается, это, я думаю, просто… Вы не должны говорить о том, как мы логеря. Вот. Другой пример – это оценка устойчивости того же НПВ в этом же проекте, в зависимости от ревания цен на продукцию. – Если цены на продукцию снижаются на 10%, то устойчивость показателя НПВ равна примерно на 18,6%, что очень низкий. – Это очень низкий показатель. – Это очень низкий показатель. – Это очень низкий. – Видно, что цены на продукцию в данном проекте, даже при их снижении на 10%, это очень существенно повлияет на результаты, рассчитанные показатели эффективности. – И мы видим, что логеря на продукцию, даже на 10% для этого проекта, это очень низкий показатель на эффективность. – Ну вот, основные выводы по моему небольшому сообщению. – Ну вот, применение подходов связанных с использованием нечетких множеств. – Для оценки стоимости составного опциона по модели ГЭСКИХСУ. – При этом, параметры этой модели интерпретироваются со счетом особенностей меньшинного фонда. – Les paramètres de ce modèle étant interпретés compte tenu des particularités du Fonds de capital risque. – Расширяет возможности финансистов практика. – Donc, cela permet d'élargir les possibilités des financiers en pratique, praticiens. – Есть возможность посчитать следующие дополнительные показатели по сравнению с традиционными подходами. – On obtient la possibilité de calculer les indicateurs additionnels par rapport aux approches traditionnelles. – Первое, это надежность и устойчивость оценки стоимости составного опционного пола. – Donc, la fiabilité и la стабилité de l'évaluation de l'option Composite Call. – Второе, это надежность и устойчивость оценки акций инвестируемой компании. – La fiabilité, la stabilité de l'évaluation des actions de la société dans laquelle on investит. – В тот момент, когда Венчурный фонд принимает решение инвестировать основную свою часть, инвестиции. – В момент où le Fonds de capital risque решает о том, что они решены entscheiden Die большинство и устойчивость после первой части проекта. В первой части проекта. – После выполнения первой части проекта. – В третьем, lassenся устойчивость и устойчивость стоимости акций инвестируемой компании принадлежащих венчурному фонду. В тот момент, когда Фонд принимает решение о продаже своих акций. Ну и, наконец, второй такой обобщающий вывод. Ну вот из моей практики, из практики венчурного финансирования. Согласно стандартному методу дисконтированных денежных потоков, часто инновационный проект с высокой неопределенностью неэффективен для венчурного фонда и может быть отклонен. Использование концепции реальных опционов в сочетании с нечеткими множествами позволяет более адекватно оценить неопределенность. Если мы используем концепцию реальных опций с фазой 7, это позволяет нам более эволюовать инновационную инновацию. Которая характерна для инноваций. Типика для инноваций. В этом случае проекты, которые должны быть отклонены инвестиционным комитетам венчурного фонда в соответствии с традиционными методами финансового анализа, могут получить финансирование. Иначе говоря, использование методов, которые мы обсудили, может расширить инструменты венчурного инвестора, используемыми для обоснования решения по финансированию проекта. В том числе, это относится и к проектам по внедрению новейших технологий в производство. Это относится и к проектам для инвестиционных технологий в производстве. И возвращаясь на макроэкономическое уровень, нужно сказать следующее. На макроэкономическом, мы можем сказать следующее. Такого рода использование нового методического инструментария поможет способствовать решению важных национальных экономических проблем. Которое стоит перед российской экономикой, это проблема импортозамещения и диверсификация экономики, распространение зависимости от рынков энергоносителей, мировых рынков энергоносителей. Это проблема импортозамещения, дефорсификация экономики. что позволит substituить экспортацию ресурс энергетики. Спасибо. Спасибо за внимание. Вот наша библиография в английском и второй книг в русском. Соответствующим докладам моя молодая коллега Елена Музыка выступала даже в Париже. Моя коллега Елена Музыка презентала эту intervenцию в Париже. Спасибо. Можно кратенький вопрос к Александру Баранову. У вас все-таки такой инструмент для микроэкономического анализа. А вот как вы относитесь к возможностям использования в макроисследованиях? У меня была такая тема сегментированность кредитного рынка, попытка оценить долги по сегментам рынка. У вас есть инструмент для микроэкономического анализа. Мы использовали инструмент для микроэкономического анализа. Например, при прогнозировании национальной экономики, мы размывали некоторые входные показатели, национальные экономики, макроэкономические анализа, и мы разделили немного какие-то индивидуальные предприятия. Например, цену на нефт или обменный курс, они взаимосвязаны. Например, по сегментам и по сегментам. И смотрели как это влияет на накопление, на ВВП. Мы смотрели Я думаю, что можно и к макрофинансам попытаться приложить эту методику, я не вижу никаких препятствий. Я думаю, что мы можем также попробовать эту методику на финансе на макро, я не вижу никаких проблем.